Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня наша пресс-конференция посвящена очень интересной бумаге. Называется она «Есть разница между политической борьбой и подлой кривитой». Может быть, никто бы не обратил внимания на эту бумагу, как, собственно, и я, как депутат. Но эту бумагу подписали достаточно знаменитые, известные люди Красноярского края, которые являются где-то лидерами общественного мнения, являются авторитетами, причем заслуженными авторитетами Красноярского края. И мы, безусловно, к ним относимся с уважением, поэтому зачем это делается? Вот на эти вопросы, на сегодняшней пресс-конференции я и хочу попытаться дать развернутый ответ. Вообще, уважаемые коллеги, вот эти бумаги – не что иное, как сценарный план для борьбы с неугодным депутатом со стороны органов исполнительной власти, которые готовы любой ценой дискредитировать для того, чтобы заткнуть рот. И ко мне с такими предложениями, поверьте, обращаются достаточно часто. Чтобы ни в коем случае мы не озвучивали те проблемы граждан, наших с вами земляков, проблемы Красноярского края. А я бы сказал, мы взяли и предали интересы своих земляков и избирать интересы своей земли. Я не могу этого сделать. Поэтому я понимаю, что мы неудобны в том, что мы озвучиваем вопросы по пожарам, по наводнению, по взрывам, по трагедии, по гидротехническим сооружениям, по воровству, по хамству. И могу продолжать дальше. Давайте для начала посмотрим, откуда вообще появилась эта бумага. И где она вышла? Впервые она вышла на неком телеграм-канале «Клуб по интересам». Официально известно, что занимается этим начальником аналитического управления при губернаторе Красноярского края. Дальше отвечать вам на вопрос вообще, откуда оно появилось, и как, и зачем, почему только здесь. То есть такой вот сценарный план по дискредитации одного депутата. Но грош цена всему этому плану, потому что, пытаясь дискредитировать Серебрякова в лице всех избирателей красноярцев, кто видит, что происходит в Красноярском крае, еще взяли, помимо того, что не то, что дискредитировали Серебрякова, а еще и втянули и растоптали честь и достоинство уважаемых людей, либо обманули обманным путем подписаться под этой бумагой. Поэтому, если кому-то интересно, или губернатор, может быть, лично сам в чем-то не согласен, может подать в суд на меня за тельютуру. Закон это позволяет, пожалуйста. Но только лично он. Либо я готов здесь, в этой студии, с вами, с журналистами, с кем угодно, из правительства, с губернатором, из этих подписавшихся людей, сесть и напрямую на столе, глаза в глаза, поговорить на эту проблему и выяснить. Где? Клевета. В каком месте? И куда мы с вами пришли? Позор. Позор сегодняшнему времени и такой власти, если она за этим стоит. А то, что начальник аналитического управления, губернатор, занимается телеграм-каналом, где это письмо вышло, вот я здесь думаю, не может вообще быть никакой клеветы, прямая следственная связь, она видна. Позор. Таким вещам. Не получится, не пройдет. А вот людей, жалко, извинитесь перед ними, перед ветеранами, извинитесь за то, что их в такую блуд втянули. Вы недостойные люди. Законодательное собрание, как представитель народа, как они любят себя называть, что их избирали люди. Кто-то выступил, кто-то поднял на законодательном собрании тему насчет пожаров, сколько людей погибло от этих пожаров. Я не побоюсь этого слова, погибло. Потому что, если говорить о том, что сколько людей в больницах с осложнениями оказались, надышавшись угарным дымом, сердечников, астматиков, и посмотреть просто на количество в процентном соотношении смертей, на сколько выросло, то я считаю, что виновность за вот это несут непосредственно те люди, кто принимал решение не тушить даже тогда, когда была заволочена дымом вся Сибирь. Но никто на Законодательном собрании эту тему не поднял. Каменка взрывалась. Кто-то поднял? Нет. Где вы, господа депутаты? Где вы, господин председатель? Или неужели вы можете только обслуживать исполнительную власть? И идти на поводу определенных лиц, которые так или иначе пытаются прести какие-то интриги, подключая к этому уважаемых людей. Люди, которые так или иначе следят за этой ситуацией, в том числе и ваши коллеги, уважаемые друзья, журналисты из федеральных СМИ. Сегодня Красноярск это тема номер один. Они общались с группой подписавшихся здесь лиц. И вот какая удивительная вещь. Хочу ознакомить вас с мнением тех людей, кто здесь подписался. Так вот никто из них не сказал о том, что Серебряков кого-то оклеветал. И что в моих словах нет правдивой информации. Отсюда вывод, что этих уважаемых людей кто-то подло, очень подло подставил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть ли разница между политической борьбой и подлой клеветой? Там про Серебрякова и Уса. Нет, я не такой. Вы не подписывали? Я не знаю. В общем, я все-таки знаю. Я вот, ну, не знаю, вот, какие-то... Я, ну, по крайней, вам на подпись давали такое письмо? Там прям роспись стоит, Ломанов. Да. Ну? Ну, Серебрякова, можно тебе что-то... Не знаю. Барабаны, мы за законодательные собрались за рожей на вас. Факты по хищению леса. То есть здесь вот вас возмущила именно та же только форма, а сами по себе факты, они достоверны? Нет, ну, конечно, факты... Факты эти есть, нехомерно. Я тоже этими фактами возмущен. То, что я разделяю озабоченность, как житель края, что наш лес оказывается в Китае, если я не буду спорить, это, на мой взгляд, ситуация недопустима. В чем клевета тогда заключается? Или сами факты, они верны? Сейчас не готов сказать, надо... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова